Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своими впечатлениями о нашем небольшом приключении, а именно о летнем походе через дикие, ну и не очень, места полуострова Камчатский, который в свою очередь находится на восточном побережье полуострова Камчатка. Поход занял у нас небольших 7 дней, за которые мы на своих двоих прошли чуть больше ста километров, но обо всем по порядку. Для начала вся наша компашка должна собраться в поселке Усть-Камчатск. Это примерно 700 километров от краевого центра Камчатки, города Петропавловск-Камчатский. Это и есть наша отправная точка, это же и место финиша. А вот кстати и сам полуостров Камчатский. Далее от Усть-Камчатска на машине мы должны заброситься до бывшего Золотого Прииска. Откуда уже пешком по лесу и по заболоченной тундре мы выдвигаемся до берега Берингового моря. Дальше наш путь уже будет пролегать по диким пляжам полуострова, до мыса Африка, далее до мыса Чертовая Мельница и мыса Камчатский. Ну а после мыса Камчатский мы уже выдвигаемся домой. Выглядит все довольно просто, ну а как получилось увидите сами. Время пол восьмого, мы короче выдвигаемся, такие вот огромные рюкзачища, сейчас еще девчонки выдадут, погода мрачная, походу к нам с Москвой приехала, погода такая. Постоянно. Ну, ну съешь еще ложечку. Ну съешь. Для фильма. Нет, надо наоборот, надоело. Такие довольные лица, безумные, безумные довольные лица. Мы начинались икры с утра пораньше. Объелись икры, привезли с собой с Москвы икру и ели ее тут нагло. Капец, растяжка. Погода жесть. Для начала нам надо переправиться на другую сторону протоки Озерная. Для этого мы отправляемся к старому дебаркадеру Капитан Драбкин, который здесь работает уже с 1971 года. Вот они, вот они, эти счастливчики. Затем наш путь пролегал по морской косе вдоль самого большого озера на Камчатке, озера Нерпичево. Вот оно. По полям, по лесам, через разлитую речку Белая, вот она. И уже в лесу за Прииском мы вышли к старту. Короче, забросились мы где-то до Прииска. И даже его, может, проехали уже, я не заметил. Все, дальше выдвигаемся в сторону Африки. Что такое там было? Ничего. Какие-то подставы, короче, да. Погода отличная, московская. Вот с Москвы к нам приехала погода. Погода, однако, наладилась буквально в течение часа. Ледяной туман сменила жара и безветрие. Нас мгновенно облепили комары и слепни, которых в этом году на Камчатке был великий урожай. Первая часть маршрута протекала у нас по березовому лесу, вплоть до спуска с перевала. Дальше уже до самого Берингового моря тянулась заболоченная тундра. Все. Сейчас спускаемся, в воду набираем, перебуваемся, проходим болото, отдыхаем. Все, пошли. Наш маршрут до самого берега Берингового моря проходит по вездеходной дороге, накатанной здесь годами теми самыми товарищами, которые живут на мысе Африка. Говнецо. Так, здесь счастливые лица. Так, все смотрим на говнецо. Идем дальше. Не надо в говнецо. Спустились с перевала. Жара. Комары. Высокая трава. Ну, явно где-то Мишка может спать рядом. Таня наотрез отказалась петь песни. Надо послать видео это, короче, на работу ей. Я не вру, я чуть-чуть приукрашиваю. О, рыбка такая нормальная плавает. Подросшая. А вот наш товарищ ходил на разведку тут. Воды не так много, как ожидалось. Ча-ча. Блин, тапки потеряю сейчас. О, уже потерял один. Вот такой вот затончик. Тем, кто узнает этот затончик, большой привет. К тому же этот затончик стал гораздо хуже там вот в первом месте. Мы приклеивались, я тапочки снимал. И еле-еле рукой его потом из ила достал этот тапочек. Еле выдернуть смог. Очень приклеивается. Вот. А так воды, конечно, чуть поменьше, чем было. Тут видно подсохло. Рыбка плавает. Солнце поднималось все выше, а идти становилось все труднее. Конечно, очень сильно давали себе знать полностью загруженные рюкзаки. Время час дня. Проходим тундру. Движемся вдоль речки. В сторону Берингового моря. Ну идти, наверное, еще километров 15. Не знаю, успеем ли мы сегодня дойти. Но очень хотелось бы выйти на море. Уже. И ночевать на пляже. Подальше от комаров. И вообще в море. Тем более пока солнышко и жарко. А вон ребята идут. Брод через реку оказался совсем легкий. Несмотря на то, что это был июль. И все реки были полные. Здесь воды было как бы совсем немного. Вот буквально по болотнике. По-моему даже никто и не намок. После брода мы устроили небольшой перекус. И двинулись дальше. Очередная речка. Быстрая течка. Вода вкусная, вкусная. Холодная, холодная. А вон Таня идет, лосины мочит. Уже к себе пошла. Короче. Пол шестого. Мы подсдулись. Жарко. Жарко сильно. Тяжело было. Часто отдыхаем. Мечтаем о привале. на прохладном озере. На прохладном озере. И снять рюкзаки. Время шесть. Силы всех покидают. Вот единственный комар. Только у меня живет тут руку. Короче. Воды все нет и нет нормальной. Мы пытаемся пройти к речке. Уже появилось море. Сейчас из-за кустов его будет видно. Вот. Пока мы с Таней едим мороженое. Или попросту жрем снег. Тупо. Как в детстве. Вот так вот жрем. Точный километраж до моря мы не знали. И вечером увидев узкую полоску вдалеке. Мы поняли, что в этот день до берега нам уже не добраться. Выход из центральной долины полуострова к берегу моря. Находится в пойме реки 2 Перевальная. И окружен высокими сопками. Посреди этого туннеля стоит та самая живописная гора Кругленькая. К концу первого дня мы находимся вот здесь. Вот мы дошли до этой горы. Точнее дошли. Вот мы ее видим уже. Булочка. Кругленькая. Как хотите ее называйте. Красивое место, да. Но кусаются. Пройдя еще пару километров, мы уперлись вброд той самой речки 2 Перевальная. Где и встали на ночевку. Все устали. Всем сложно. Всем трудно. Но преодолели такие сложные участки на первый день. Да. Когда вот первый день, когда мышцы не подготовлены. Когда вот просто сложно. Поэтому молодцы. За это я напишу. Пьем. Пьем. Шубана. Хоть чуть-чуть торкнул. Кокс, кокс. Ну как? Как кокс сегодня? Удался? Чистый. Чистый продукт. Берем. Сейчас Таня у нас нюхнет и вырванет. Рюзак схватит и без палатки уйдет. Да. Как они это делают в кино? На зубы и это. Труд. Ха-ха-ха. Николаич знает. Да. Чего брать с собой в поход? И как это употреблять? По итогу первого дня мы прошли чуть более 22 километров. До моря мы конечно не дошли. Но учитывая максимальную загруженность и жару, это весьма неплохой результат. День второй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День второй. Убегаемся. Горя кругленькая. За ней километров 4-5. Море. Сейчас пойдем в рот. Я испытываю инвейдерс и Дэна. Такая штука. Жарко в них. Во. Кайф. Василий. Ведет. В renting. Он инвейдерс. И он уже не увидел. В출 cents. Время. Пошел. Время. Та. Медведь! Второй день, пол одиннадцатого Сегодня идем пободрее пока Солнце еще, наверное, просто не так стало, не так жарко Прошли две реки Одна такая неприятная была достаточно, на которой мы стояли Но ничего, прошли Только девчонки там все замочили Всякие вещи Короче, встретили Мишку там недалеко Поорали, попрогнали его Сейчас топим оттуда Тут конкретно уже перед морем Дорога идет в сопке Здесь комаров капец Ну еще Таня с ума сошла Не знаю, или она распивается Идем морем Только что мишенька Был Вот мы теперь аккуратней Покрыкиваем Иногда Укрикни что-нибудь Ура! До пляжа Берингового моря оставалось буквально 7-8 километров Однако это уже был не поход, а какой-то забег с рюкзаками Насекомые настолько озверели, что не помогали никакие виды репеллентов Ни кремы, ни мази, ни даже вонючий деготь Николаевича Короче, последние Километра полтора Нас просто Полтора-два километра Нас просто зажирают комары Вообще Поэтому Ритм ускорился конкретно Хочется добраться до моря быстро уже Что просто шеррут Вся эта местность такая заросшая Ветра нет Жесть вообще А море вот оно Вот оно уже Беринговое море У меня руки дрожат и камера дрожит Таня, море, море! Не хочешь ты на море, да? Вот мы выходим К океану Короче, время 12-12 Мы наконец-то вышли на берег Берингового моря Вот там туман На Зайчьем Платах, где водопады А вот Беринговое море Такое прикольное И на Африке тоже туманчик Мы в таком промежутке солнечном Ну что, как лазурный берег почти Только тут медведи Очень много медведей Ну кроме этого Как Да Для тех, кто узнает Как раз на этом месте В прошлом году мы ночевали Здесь нас просто доставал один молодой медведь Вот на этом ручье Ну в этот раз мы тут останавливаться не стали Может быть к счастью, может быть к огорчению И ушли на мыс Африка Было охренетительно Охренетительный день Это вот еще даже не доходя до Африки Все, и мы выдвигаемся на Африку Я бы конечно лучше здесь остался, но ребят хоть оттуда От места стоянки до мыса Африка идти оставалось всего 7-8 км Мы этот путь преодолели примерно за полтора часа К слову, здесь прекрасно видно, как резко меняется погода На видео мы находимся примерно в 5 минутах ходьбы от майка Но на мыс Африка входим уже в плотном ледяном тумане Что, прошло меньше года, я даже не ожидал Я снова на Африке Правда погода плохая Мыс Африка Это самая восточная часть полуострова Камчатка Тот и считает, что это географическая точка разделения Берингового моря и Тихого океана Но это ошибочно Данная точка находится в 30 км западнее по побережью На мысе Камчатский На мысе Африка находится маяк, пару домов Проживает всего около 15 человек Это метеорологи и вольнонаемные, которые выполняют разные задачи для вооруженных сил С 60-х по 90-х годы прошлого века на мысе Африка находилась большая воинская часть Сейчас от нее остались только остатки домов и бункер, который находится под утесом Это бывший пункт управления ПВО В 100 метрах от берега находится знаменитая африканская паратунка Это небольшой горячий источник, спрятанный в бетонном домике Правда, назвать его горячим приходится только с большой натяжкой Вода в нем достаточно прохладная Но после похода искупаться в ней, конечно, просто обалденно Так, после дведневного похода Тяжелого перехода по жаре В ванне в этой оказаться вообще обалденно Паратунка Паратунка мы с Африки, ну Вот для тех, кто в прошлом году ходил со мной через Африку Они должны помнить Вот тот вездеход Сломанный Стоял В тундре Под перевалом А теперь он сломанный стоит здесь На мысе Африка Замытый в реке И второй вездеход сломанный Который пытался его вытащить Все Пока на мысе Африка техники нет Хозяева Африки встретили нас весьма радушно Разместили в своих комнатах и накормили обалденным ужином После того, как мы сходили на реку за водой Скупались в Паратунке И пошарились по окрестностям Мы сразу разбрались по комнатам И спали уже в безопасности и сухости Погода за окном портилась И оставалось только надеяться, что на следующий день Прогноз, который обещал дожди на всю неделю Все-таки не сбудется Девчонки на Африке Ой, ой, ты тоже девчонка Ну иди, иди сюда, иди ко мне Уйти, какая собака Гера хорошая, хорошая За ушком почесать Хорошая все в боку Смотри, как клево Комары, комары, комары над ней летают О-о-о-о-о Че виды комару? Сканешь тут ни-фига Туча Комары Идич ole Он был Победу Ночью по крыше дома барабанил дождь, но утром третьего дня мы с радостью обнаружили, что на улице начинает распогаживаться. Сквозь плотные туманы просвечивается голубое небо и возможно даже появится солнце. Потом не сможешь сказать, что французов не любят в России. После плотного завтрака и бурных проводов мы заторопились в путь. Примерно в 10 утра мы выдвинулись в сторону на чертовой мельнице. Впереди нас ждала эта мрачная скала, а за ней еще долгий путь до мыса Камчатский. Намокла? Намокла? Нет.